Давайте я так немножечко пока поговорю, помахаю руками. Ну, во-первых, кто я такой? Я сотрудник лаборатории современной алгеброприложения и еще сотрудник индустриальных проектов лаборатории Чебышова. Ну, это ладно, это неинтересно. Зовут меня Иванов Сергей Олегович, кстати говоря, пожалуйста, не путайте меня с другим Ивановым Сергеем, который декан нашего факультета и Владимирович его отчества. В некоторых кругах я известен как СЕПА также. Вообще, я алгебраист, прежде всего, гомологический алгебраист и немножко тополог алгебраический. И то, про что я буду рассказывать, это совершенно не моя специализация. Но, тем не менее, когда меня просят рассказать что-то школьникам, я просто вспоминаю, что мне было интересно в школе. И вот в школе мне интересны были фракталы и холстдорфразмерность. Я занимался прям понятием холстдорфразмерности, изучал это. И поэтому, мне кажется, это хорошая тема для рассказа, для школьников. Вообще, у меня будет еще одна лекция на совершенно другую тему по поводу прикладной математики, по поводу классификации рака молочной груди и молочной железы. И это будет очень другая лекция. Она будет 11 числа, 11 июня. Вот. Надеюсь, среди вас нет больших специалистов в теоретии динамических систем или еще в чем-то таком. Вы не будете мне слишком сложные вопросы задавать. Хотя, на самом деле, я буду рад, если вы будете задавать интересные вопросы, на которые я не знаю ответов. Может быть, это будет повод для меня что-то значимого. Так, количество участников потихонечку растет. И пока еще, мне кажется, не застабилизировалось. Давайте еще немножко подождем. Ну, вообще, то, что я вначале сейчас собирался вам рассказывать, я не очень хорошо понимаю, на самом деле, аудиторию, которая здесь собралась. Это аудитория, какой у вас ваш бэкграунд. Поэтому начало будет довольно элементарным и, может быть, для многих из вас оно будет скучным. Но подождите, вообще, почему мне кажется эта тема интересна? Потому что вот тут та самая вещь, которая мне нравится в математике, это когда простые какие-то определения, довольно элементарные определения, дают какую-то сложность и красоту. И тут такая красота, которую легко понять, она чисто визуальная. Тут много красивых картинок возникает, ну, фракталы, про которые вы, наверное, все слышали. И простые определения. Ну, вот, но поначалу картинок не будет, и первая половина лекции будет какой-то там бэкграунд, какие-то формулы. В общем, и, скорее всего, многие из вас будут все знать. Но, тем не менее, я решил, чтобы максимальное число людей было понятно. Мне надо рассказать про последовательности, про то, как они сходят и всякое такое. Вроде бы застабилизировалось количество участников, поэтому я начну. Не очень интересную часть, но, может быть, для кого-то новую. Хотя бы, чтобы просто зафиксировать термины. Про последовательности и ряды. Вот. Что такое последовательность вещественных? Ну, мы будем рассматривать последовательность вещественных чисел. 1, 2 и так далее. И мы будем говорить, что она сходится к числу А. А, если для любого положительного числа, эпсилон больше нуля, существует, ну, сколько угодно мало, эпсилон имеется в виду всегда, сколько угодно мало, существует такой номер, что для всех последующих номеров расстояние от АН до А будет меньше эпсилон. Это геометрически выглядит так, что эта последовательность попадает, начиная с некоторого номера, в интервал от А минус эпсилон до эпсилон. И вот так вот это изображено на картинке. В этом случае последовательность называется сходящейся. И вот это вот А называется ее пределом. И обозначается таким вот образом, что АН стремится к А. Или лим АН равно А. Вообще, я тут как бы, я не говорю строго, что такое последовательность, и не обозначаю строго, что такое последовательность. Я подумал, что для цели данной лекции не следует быть слишком формальным. И я пишу просто вот как одно число здесь АН, подразумевая все АН для всех Н вместе. Можно, конечно, писать вот так вот, с многоточием, но это тоже неформальная запись на самом деле. Нет такого строго математического символа, как многоточие. Более строго было бы писать в скобочках и с индексами от Н и равного единицы до бесконечности, но это такая слишком громоздкая запись, я подумал, что и так пойдет. АН. Вот в этом случае АН называется пределом АН, последовательность АН. Здесь я имею в виду не одно число, а всю сразу последовательность вместе. Например, последовательность 1, 2, 1, 3, 1, 4 и так далее. То есть 1 НТ сходится или стремится к нулю. То есть это можно вот таким образом записать. 1 НТ стрелочка 0. Или ЛИМ 1, 2, 1, 2, 0. Окей, вот что такое предел последовательности мы выучили. Теперь давайте, что значит последовательность стремится к бесконечности. Последовательность стремится к бесконечности, если для любого, сколько угодно большого числа С, существует такой номер, что начиная с этого номера все последующие члены нашей последовательности больше, чем это С. И мы это будем получать вот так вот. АН стремится к плюс бесконечности или ЛИМ АН равен к плюс бесконечности. Вот это изображено на картинке, что как бы высоко мы это С не подняли, все равно начиная с некоторого места, все члены последовательности будут выше этой планки. Аналогично можно определить, что нет минус бесконечности, но это нам не понадобится. Мы будем интересоваться только современием к плюс бесконечности в этой лекции, кажется. Что значит последовательность возрастает? Последовательность возрастает, если каждый ее член больше или равен, чем предыдущий. Я вот так вот именно имею в виду, больше или равен, не обязательно строго больше. Это обозначается вот таким вот символом АН. Ну вот возрастает такой вот наклонная стрелочка. Да, кстати, если у кого-то какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. А то я вас вообще даже не вижу, и мне бы неплох какой-то фидбэк, какую-то реакцию. Особенно если это действительно непонятно. Но пока, наверное, этого нет. Есть такая теорема, что любая возрастающая последовательность либо сходится к какому-то конечному числу, имея в виду, либо стремится к плюс бесконечности. То есть, в частности, для любой возрастающей последовательности определен предел, который либо является каким-то конечным числом, либо бесконечностью. Окей, да. Это мы поговорили немножечко про последовательность, какую-то необходимую информацию про последовательность вспомнили. У нас в основном будут написать строго возрастающие последовательности, и вот нам важен факт, что у них всегда определен предел. Либо бесконечность, либо какое-то конечное число. Что такое какая-то частичная сумма последовательности? Ну, это просто сумма первых членов этой последовательности. Вот частичная значит, что мы только часть членов складываем. А что такое ряд? Вообще, я не знаю, может быть, не все слышали, что ряд это способ раскладывать бесконечные суммы вещественных чисел. Ну, есть такое вот строгое формальное определение, которое может быть довольно непонятно и ничего не объясняет. Но давайте, тем не менее, я вам скажу, что ряд это пара последовательностей АН и СК, где первая АН, ну, это какая-то последовательность вещественных чисел, а СК это последовательность частичных сумм АН. Вот такое вот странное определение. А сумма ряда это предел последовательности частичных сумм. Ну, иногда это сумма ряда, так и говорится, это ряд. Ну, да, сумма ряда, правильно говорить. Вот бесконечная сумма. У нас возникает здесь последовательность вот этих вот сумм частичных. И как бы, а мы хотим, что мы хотим? Мы хотим какое-то найти формальное определение того, что такое бесконечная сумма. Ну, и вот бесконечная сумма, это предел таких конечных сумм. Если он существует. Если не существует, так и не существует. Но у нас он всегда существует, потому что нас будет интересовать только последовательности неотрицательных чисел. Если вот тут АНТ, они там то положительные, то отрицательные, то как бы ничего не понятно существует этот предел, не существует. И там вообще он может много от чего зависеть. От порядка сложения, например, если переставить какие-то члены там как-то. А вот если... Вся АНТ положительная, последовательность положительных чисел, тогда сумма ряда корректно определена. То есть вот этот предел существует. Почему? Потому что... Потому что эта сумма, она строго возрастает. Да, вот чем больше мы здесь слагаемых добавили, тем больше это СК. Это строго возрастающая последовательность из численных сумм, поэтому такая сумма однозначно существует, такой предел существует. И... Вот нам это важно. То есть бесконечные суммы положительных чисел, это что-то однозначно определенное. Тут, если кто-то из вас слышал, что сумма 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 и так далее равно минус 1 двенадцатый, то забудьте об этом на время этой лекции. Это вообще не о том. Для нас сумма от единицы плюс двое, плюс тройка, плюс четверка, бесконечная такая сумма будет равна все-таки бесконечности. Плюс бесконечности. То, что там про минус 1 двенадцатый, то это немножко отдельная тема. Вы это на number file видели? Чего? Где я видел? Нет, не видел. На number file? Нет, такого я не знаю. Там, кстати, еще можно доказать, что минус 1 двенадцатый. Нет, такого я не видел. Это просто называется Z от минус 1. Я вам расскажу немножечко, если вам интересна эта тема. Там мне как раз будет про Z немножечко. Вот. Окей. Вообще, как такое может быть? Ну, то есть первое, что обычно школьник не понимает, когда ты ему рассказываешь, что можно бесконечную сумму распространять. Как-то же так бывает, что бесконечная сумма ненулевых положительных чисел может бесконечную. Ну, вот простейший пример. Если у нас есть единичка, вы можете половиночку от нее взять, одну вторую, потом от того, что осталось еще половиночку, потом от того, что осталось еще половиночку, и так далее, и так далее, и так далее. Это будет некоторая бесконечная процедура, ну, как бы, которая вот эта сумма будет стремиться к единице. То есть такая бесконечная сумма будет равна единице, ну, или ряд. Сумма такого вот ряда будет равна единице. Вот простейший пример. Вот еще один такой геометрически хорошо изображаемый пример. Это пускай у нас есть треугольник, тогда мы его разделим на 4 части. Вот таким вот образом. И закрасим вот эти 3 части цветами, а среднюю часть не будем никак закрашивать. Заметим, что площадь каждого из этих закрашенных треугольников, она будет равна 1,4 от всего треугольника. Потом мы тоже самую операцию повторим с тем, что здесь мы получили со средним треугольником. Получим вот такую вот фигуру. Тоже закрасим определенным образом. И будем поступать так далее. И каждый раз получать... Тут была у нас 1,4. Площадь красного треугольника первого. 1,4. Здесь 1,4 от 1,4. То есть 1,16. И так далее, и так далее, и так далее. А всего у нас получается... Таким образом мы раскрасим весь треугольник в 3 цвета. Значит, будет это равно сумма всех этих красных треугольников 1,3 от площади треугольника. Отсюда мы получаем, что ряд 1,4 делить на 4 вентой равен 1,3. Понятно, да? Вот 1,4, 1,16 и так далее. Каждый раз мы умножаем на 1,4. И мы получаем в итоге в сумме 3 треугольника. Поэтому вот такое геометрическое доказательство такого вот равенства, что сумма такого ряда равна 1,3. Дальше. Это все легко общается, без всяких картинок. Вот что такое степенной ряд? Сейчас я расскажу, что такое степенной ряд. Вот, например, 2 в степени стремится к бесконечности. Понятно. Такая последовательность стремится к бесконечности. И на самом деле из этого следует, что 1 делить на 2 в степени стремится к нулю. Если мы обратно рассмотрим, то это стремится к нулю. Дальше можно показать, что если а вообще больше единицы, то а в степени n стремится к бесконечности. Это не так просто, как для 2 в степени n показать, но тем не менее это можно доказать. Как? Ну вот из такого вот неравенства на самом деле. Можно доказать вначале такое неравенство, что для любого х а в степени х больше, чем вот такое выражение с логарифмом. А это уже стремится к бесконечности. При х стремящемся к бесконечности это легко показать. Поэтому, поэтому это стремится к бесконечности. Ну и опять же, можно там обратно модуль смотреть, я уже не буду подробно пояснять. Но если модуль числа а меньше единицы, то есть другая ситуация здесь. Проще в доказательстве того, что а в степени х больше, чем 1, потому что там воспроизводится просто бернулия тем, что оно больше, чем там nx и на что-то неотвязательное, если а больше единички. Если а больше единички, то что, чего больше? Ну, то для этого можно неравенство бернулию просто применить. А неравенство бернулию это что, я забыл? 1 плюс х в степени n больше равно, чем 1 плюс nx. Ну, наверное, это примерно то же самое просто. Ну, да. Окей. Да, окей, можно по-другому начать доказать. Так вот, и тогда получается, вот эта вот последовательность уже стремится к нулю. Если а по модулю меньше единицы, то я предлагаю вам доказать следующее упражнение. Следующий факт, что сумма такого ряда равна а делить на 1 минус а. Ну, это вы там, если вы знаете все, что такое геометрическая прогрессия и сумма ее, из этого все легко выводится. Вот, и наоборот можно сказать, что если у вас есть число а больше единицы, тогда сумма вот такого вот ряда равна единице делить на а минус 1. Это вообще не того, что мы на предыдущем слайде с вами видели. Давайте вернемся секундочку назад. Вот сумма такого ряда единицы делить на 4 вентой, это 1 третья. А тут единица делить на а вентой, где а больше единицы, это равно вот этому. Это для вас упражнение. Мне сказали делать для вас упражнение. Вот упражнение. Окей, теперь я немножечко расскажу про гармонический ряд. То есть первое вообще, когда что-то слышишь про ряды, удивляешься тому, что бесконечная сумма положительных чисел может быть конечна. А второе, что ты думаешь, что, ну если последовательно стремится к нулю, то, наверное, всегда сумма будет конечна. Вот это не так. И контрпримером к этому является гармонический ряд. Это такая последовательность рассматривается. Одна эта. И оказывается, что сумма этого ряда равна бесконечности. И это следует до следующего упражнения. Вот можно доказать, что сумма от n равного единицы до 2 степени k, членов этого ряда такая частичная сумма, она больше, чем единица плюс k пополам. Я вот в какой-то момент с удивлением узнал, что это доказательство было придумано, ну типа почти 700 лет назад. И я предлагаю вам вслед за Николаем Аримом проделать это доказательство 700 лет спустя дома. В частности, отсюда следует, что гармонический ряд расходится, это значит, что его сумма равна плюс бесконечности. И таким образом для любого числа положительного, сколько угодно большого, мы можем найти тут такое k, что сумма таких чисел будет больше, чем это число. Однако, это довольно, может быть, большое число, в том плане, что очень медленно расходится этот ряд, очень медленно стремится к бесконечности. Например, сумма от n равно единице до 10 степени 42 меньше 100. А сумма, если до 10 в 87 брать, то тогда меньше, чем 205. А 10 в 87 это число элементарных частиц наблюдаемой вселенной. Ну, то есть, как бы, это такое очень большое число, и это и то, ну, включая все эти хитрые элементарные числицы, все эти нейтрины, там. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что на практике вам не удастся достаточно большое число здесь получить, если свадывать такие суммы. Как же вообще можно, кстати, такое доказать, если уж я не могу на компьютере посчитать такие большие суммы? Ну, вот есть всякие, есть вот такая замечательная формула, с какой скоростью, с какой скоростью растет эта частичная сумма? Эта частичная сумма растет примерно так же, как логарифм. А точнее говоря, выполняет такое равенство, где епсилон это некоторое последовательность, имеющаяся к нулю. А гамма это некоторое хитрое число, которое называется либо констант Тейлером, просто либо констант Тейлером-Маскероне. Которая вот примерно 0,57-0,58 равна, и про которую до сих пор неизвестно рационально она или нет. Ну, то есть, конечно, подозрение, что нет, но это, насколько я помню, до сих пор открытый вопрос. То есть, хитрая вещь. Но, тем не менее, примерно как алгоритм растет. Из этого нам легко выводить такие неравенства. И вот для примера, что если со знаками рассматривать здесь аналогичный ряд, только со знаками, то тогда уже сумма будет конечной, она будет равна логарифму двойки. Не знаю, зачем я сюда это привел, но просто как бы показать, что такие суммы ряда бывают хитрые. В том плане, что, ну, казалось бы, справа, в слева смысле, нигде не видно никакого логарифма, ничего похожего на логарифм ответа, оказывается такой натуральный логарифм. На первый взгляд, может быть удивительным. Окей, давайте теперь поговорим. Вот это мы сейчас попробовали посуммировать единицу на n, давайте теперь единицу на n квадрат посуммировать. Вот такую вот сумму рассмотрим. Но прежде чем такую сумму рассмотрим, давайте вот я такую формулу замечу, что единица делить на n плюс 1 равно вот такой вот разности. 1n, то минус 1n плюс 1. Это легко видеть. Из этого легко вывести, легко найти сумму такого вот ряда. Легко доказать, тоже вам кажется, что упражнение, что сумма такого ряда конечной равна единице. А нас интересует такое, это похожий на самом деле ряд. И из этой похожести на самом деле легко вывести, что этот ряд сходится, и сумма равна, сумма меньше двойки. Чему она равна, это было загадкой для Элера и для других людей, очень много люди старались понять, но в итоге поняли. Сложный факт, что сумма такого ряда равна вот такому вот числу, пи в квадрате делить на 6. Это примерно вот этому равно. Опять же, там если, на предыдущем слайде, логарифм в блоке был как-то на самом деле не очень сложно понять, откуда он там берется, откуда здесь пи это берется, пи в квадрате, вот это гораздо сложнее понять. Это действительно хитрый факт. Окей, что-то поговорили про единицу на n в квадрате, теперь давайте про единицу на n в произвольной степени поговорим. Если s больше единицы любое число, то тогда z от s, давайте обозначим сумму вот такого вот ряда. Легко проверить, ну так, более-менее легко, ну легко, да. Примерно аналогичным образом можно как-то показать, хотя это посложнее немножко, но неважно, что этот ряд сходится. И сумма этого ряда обозначает z от s. Это как раз там, если вы слышали про z функцию Риммана, то вот это как раз для вещественных s больше единицы, ее можно определить явно вот таким образом. И Эйлер доказал... В каком-то смысле меньше бесконечности. Ну, какое-то вещественное число, но ряд сходится, в общем. А, сходится, ну хорошо. Да, да, то есть, да, то есть ряд с положительной чиселем, он всегда, его сумма равна либо конечному числу, либо бесконечности. Меньше бесконечности здесь имеется в виду, что вот, да, не равно бесконечности, сходится. Так вот, и Эйлер, ну, примерно тогда же, когда он понял, чему равно z от двойки, z от двойки, это как раз то, что мы на предыдущем слайде обсуждали, он понял, и чему равно z от всех четных чисел. Тут я не буду писать полный ответ, скажу лишь, что можно писать некоторое рациональное число, явно, и что вот этот вот z от 2m будет равно π в степени 2m на некоторое рациональное число. Это Эйлер. Так что такие суммы бесконечно бывают довольно хитрыми, но это еще как раз не хитрый случай. Ну, то есть, хитрый, но Эйлер не справился. А вот, это было давно уже, да, а вот z от двойки, рациональное или неграциональное, это более сложно оказалось в вопрос, и Эйлер с ними не справился. И с ним справился вот только Роджер Апери. В 1978 году он доказал, что это иррациональное число. Вот эти-то все числа из этих формул, понятно, что иррациональное, потому что π в любой степени это иррациональное, потому что π это иррациональное. А про z от нечетного числа, тут возникает проблема. Вот мы знаем, что z от 3 иррациональное. Что еще мы знаем? Мы знаем, что z от нечетного числа иррациональное для бесконечного множества нечетных чисел. Тоже не так давно было доказано относительно. И также мы знаем, что одно из этих чисел иррационально. И до сих пор открытый вопрос это неизвестно рационально ли дзета от пятерки. Вот. Открытый такой вопрос. Так что бывают некоторые сложности, когда рассматриваются такие бесконечные суммы. Окей. Мы поговорили про последовательность и про ряды. Будем считать, что мы все это теперь хорошо понимаем. Последовательность и ряды. Вот есть еще такой инструмент математического анализа. Супрам и инфил. И если максимум и минимум от произвольного множества вещественной прямой не обязательно определенно, то супремум и инфил это обязательно определенные какие-то вещи, которые их обобщают максимум и минимум. А именно, если х это некоторое подмножество r, то тогда супремум это наименьшее число а, которое больше всех чисел х. да, то есть это это типа максимума. Если у множества есть максимум, то вот этот максимум, он как раз больше или равен всех х из х. Но может не быть максимумом. Например, если есть открытый интервал от нуля до единицы, то единица ему не принадлежит. Но, тем не менее, единица является супремумом, потому что она больше равна всех элементов этого интервала и является наименьшим числом удовлетворяющего этого свойства. А если множество, ну, такие условности, что если множество неограничено сверху, тогда супремум равен плюс бесконечности, а если пусто, то минус бесконечности. Такие логичные для определения супремума, чтобы вообще для любого подмножества r он был определен. Да, как я уже сказал, можно доказать, что супремум определен для любого множества x. Например, если мы возьмем такую последовательность, единица минус 1 n, то она стремится к единице, но она всегда меньше, чем единица, то ее супремум равен единице. И вот еще такой пример. Ну, вообще, для любой возрастающей последовательности ее предел равен супремуму членов этой последовательности. Например, если у нас есть неотрицательная последовательность, то сумма ряда последовательности будет равна супремуму частичных сумм. Вот. Ну, двойственно инфимум это наибольшее такое число, которое меньше равно всех элементов из окса. Например, инфимум такого множества равно нулю. Окей. Про последовательности я рассказал. и про инфимум сопремум я рассказал. Теперь давайте поговорим про меру и размерность Хусдорфа. Ну, в общем-то, центральные понятия, про которые я хотел сегодня поговорить. Ну, хотя, не знаю. что такое мера Хусдорфа. Вообще, вот есть у нас такая-то кривая на плоскости. Как можно думать о ее длине? Что такое длина кривой? Как это определять вообще? Строгое определение? Если вы подумаете об этом, то это не так просто. Есть несколько подходов, как это сделать. Тут вообще, ну тут на самом деле вначале нужно спросить, а что такое кривая? Да, строгое определение кривой надо дать. Что я имею в виду, гладкую кривую или еще какую-то? Ну, это важно. В зависимости от определения, тут можно и разные способы. В зависимости от определения кривой, можно разные способы определения длины давать. Ну, вот я предлагаю такой способ. Мне хочется иметь некоторый способ, который был бы вообще, который бы работал для максимально общего понятия кривой пока что. На самом деле, даже не кривой, а любое подможество мне хотелось бы. Любое подможество вообще плоскости или там любого пространства РН, имею в виду. как-то оценивать длину, что это такое, как бы это определить. Ну, вот можно сделать следующим образом. Можно покрыть кривую кругами радиуса не больше некоторого эпсиона. Вот зафиксируем пока что эпсиона какое-то, какое-то небольшое число и покроем кривую маленькими кружочками и просуммируем диаметры. Вот сумма диаметров этих кружочков мы скажем, что это, ну, где-то там близко может быть к длине нашей кривы. Но пока что у нас такая конструкция, которая зависит от выбора этого покрытия кругами и от выбора этого эпсиона. Да, понятно, что если слишком большими шарами кругами покрывать, то это что-то не то. Нужно именно маленькими покрывать. Вопрос, насколько маленькие брайд и так далее, это все какие-то непонятные вопросы. И таких покрытий может быть много, нам нужно выбрать такое покрытие, чтобы сумма была как можно меньше. То есть мы можем какие-то дополнительные общекруги добавить, которые лишние. И хочется выбирать таким образом, что можно меньше. При данном зафиксированном эпсионом. То есть меньше, как при данном зафиксированном эпсионом. Точнее говоря, я не зря же ввел памяти инфиума, нужно брать инфиум по всевозможным таким покрытиям. И для каждого числа эпсиум мы получим некоторое число L-эпсиум, которое как-то там оценивает длину в зависимости от эпсиума, где L-эпсиум это минимум и инфимум по всем таким покрытиям кругами. И дальше нужно устремить это число к, это эпсиум к нулю, чтобы избавиться от этого эпсиума. Мы не хотим, чтобы наша длина зависела от эпсиума. Вот. И тогда получить как бы настоящую длину. Таким образом можно получить реальную длину нашей кривой. Но нам это все не очень нравится по некоторым причинам, которые не очень просто объяснены. Нам не нравится работать с кругами. Нам нравится работать с покрытиями чем угодно, любыми множествами. По некоторым хитрым математическим причинам хочется покрывать не только кругами нашу кривую, но и чем попало. И все то же самое делать, но тогда такие какие-то странные покрытия будут любые рассматриваться. И дальше нужно брать сумму диаметров. Сумму диаметров это вот множество. Диаметр треугольника, диаметр прямоугольника. Вы меня спросите, а что такое диаметр прямоугольника или треугольника? Что такое вообще диаметр любого множества? Нам нужно определить, что такое диаметр любого множества прежде чем это делать. И диаметр это просто супремум расстояние между точками X. Мы смотрим все вопарные достояния внутри X и получаем, грубо говоря, что нужно сделать? Нужно взять максимально удаленные точки внутри X, например, в круге это будут диаметрально противоположные точки. И посмотреть расстояние между ними. Не факт, что такой максимум всегда достигается, поэтому нужно набрать не максимум, а супремный. Вот, например, диаметр единичного квадрата это расстояние между его самыми удаленными точками, которые находятся в углах. Единичное, значит, со стороной 1. И по теореме Фагора мы получаем, что это корень из двух. Вот ввели такое паренетико-диаметр в произвольное множество, не только круга. Вот трогая такая формула, что диаметр это супремум вот этих вот расстояний тут как бы где XY из X. Причем тут на самом деле, ну если кто знает, что такое метрическое пространство, то вообще-то можно для любого метрического пространства диаметра определить. Никак не зависит от того. Тут, короче, важно, чтобы было понятное расстояние между точками определенное и все, больше ничего не нужно. И, например, вот, как я уже сказал, диаметр квадратика, это, как бы, я так записываю стандартный квадратик. Это карта произведения отрезка найдена на себя. Это корень из двух. Окей. Ну, тут так все сделано специально, что можно уже для чего угодно такую же конструкцию провести. Что еще раз мы делаем? У нас вообще есть что-то, какое-то множество, где-то, ну где-то в РН. Мы его покрываем чем-то, какими-то множествами. Покрываем это значит, что объединение этих множеств содержит исходное множество. И считаем сумму диаметра. Вот. Такое определение, которое вообще ничего не требует. Поэтому его, например, можно привести для любого подможества РН. Но тут, да, тут мы, конечно, я забыл, тут опять же, как и на предыдущем слайде, мы смотрим, покрываем не обыкакими множествами, а диаметр у которых меньше ε, ε у нас какое-то зафиксированное. Так вот, если есть x подможество РН и какое-то зафиксированное ε, то тогда мы вводим следующее обозначение. Вот сложная формула такая появилась у нас. Давайте немножко помедитируем на эту формулу. Вот есть у нас множество x, и мы обозначаем h1 ε, то есть это нечто, зависящее от x от ε. Следующее число. Это инфимум по всевозможным покрытиям x, то есть по всевозможным таким наборам множеств. Тут я считаю, что это последовательно, да, бесконечно. Но это не обязательно бесконечно, на самом деле, должно быть, можно и конечно. Ну, как бы, бесконечно всегда можно дополнить... Конечно всегда можно дополнить до бесконечно, просто добавив там пустые множества, например, и считаем, что пустого множества диаметра равен 0. Поэтому, как бы, любую конечную можно дополнить до бесконечно, поэтому проще считать, что все бесконечны. Покрываем это x какими-то уитами, такими, что их диаметр меньше ε, и складываем эти диаметры. И берем инфимум по всем таким покрытиям. То есть покрываем x одним способом, считаем сумму диаметров, так, чтобы диаметры были меньше ε, считаем сумму диаметров, покрываем другим способом, третьим, и пытаемся найти самый маленький. Ну, как бы, вот самый маленький берем, чтобы реализовать вот это вот. Ну, самого маленького может не быть, да. Поэтому берем инфимум, и, как бы, куда стремятся эти штуки. Надеюсь... Извините. Да. Чему единица сверху отвечает? Чему единица сверху отвечает? Пока ничему. Пока ничему. Мы дальше добываем. Ну, единица отвечает тому, что мы, как бы, длину считаем. Длина – это что-то одномерное. А если мы захотим площадь считать, что-то двухмерное, тут это будет двоечка. Ну, как раз, да, это, конечно, хороший вопрос, да. Я дальше про это как раз буду много чего говорить. Вот, как раз дальше... Так, что еще хочется сказать? Да, мы, типа, вот определили длину, такой хитрой формулой. Но это определение почему-то зависит от какого-то ε. Что-то странное, да, длина должна зависеть от какого-то внешнего параметра дополнительного. Нужно это ее просто набрать. Дальше вот такое вот замечание. Что если ε мы начнем уменьшать, возьмем ε поменьше, то тогда вот это число станет побольше. Больше или равно, чем это число будет. Это легко проверить. Это ваше упражнение. На самом деле, это очевидная вещь. Потому что, чем меньше ε мы берем, тем меньше нам приходится рассматривать покрытий. А инфиум от более маленького множества – это всегда более большое множество. Ну и более большое число. Если есть одно подмножество другого, то подмножество инфиум всегда больше равен, чем инфиум всего множества. Отсюда получается такое неравенство, что, короче говоря, уменьшая ε мы увеличиваем это число. И поэтому вполне корректно будет предел. Предел существует, такой возрастающий. Штуки преимущественно стремящимся к нулю. И это уже мы называем H1. Типа длина. Ну, в мерах Лосдорфа это называется. Один мерах Лосдорфа, которую, по этому определению, как мы видим хитрому, как бы, преимущество этого определения, что оно вообще ничего не требует. Это можно и в гонометрическом пространстве при желании определить, если вы знаете, что такое. То есть оно ничего, кроме диаметра, не требует. А диаметр – это такая простая вещь. И реально ли это отвечает нашему представлению о том, что такое длина? Ну, ответ – да. Если х – это гладкая кривая, то тогда это совпадает с настоящей длиной. Ну, как бы, с нашей интуитивно понимаемой длиной. Ну, например, если есть отрезок АВВР, то тогда его длина – это В-А, и это действительно будет совпадать вот этим вот числом. Окей. Это мы поговорим про что-то одномерное. Про что-то одномерное. Про длину, как бы. Про одномерную меру Лосдорфа. Про один меру Лосдорфа. Вот это один – это оно. А это вот это один тоже. Вот это единичка соответствует. Давайте теперь мы хотим что-то про площадь поговорить. Как оценить площадь какой-то области на плоскости? Ну, предлагаю это делать примерно то же самое. Покрывать, ну, кругами или не кругами. Давайте для начала кругами. Оп. У меня уже кривая написана. Это я извиняюсь, я что-то где-то скрепастил. можно покрыть вот эту область. Можно покрыть область. Надо черкнуть вот эту вот область написать. Можно покрыть область X кругами. Радиус они больше Epsilon. И сложить их площади. Ну, короче, делать все то же самое. Вот таких покрытий может быть много. Нам нужно выбирать такое покрытие, чтобы эта сумма была как можно меньше. Сумма площадей. Но тут как бы некоторая такая тонкость есть. Получается, в определении площади, какой-то области. Используем понятие площади. Круга. Правда. Но все равно как-то нехорошо. Давайте вообще без площади. Давайте площадь определим как-то вообще без понятия площади. Ну, мы знаем формулу для площади круга. И вот такая она получается. GD диаметр. Поэтому мы можем вместо того, чтобы складывать такие площади, раз мы знаем, чему они равны, давайте складывать диаметр в квадрат. И потом уже умножать на P делить на 4. Нам удобнее работать с диаметрами, а поэтому мы будем складывать квадраты диаметров, а потом уже в конце умножать на P делить на 4, если мы захотим. Такая честная площадь будет. Если мы потом на P делить на 4. Вот. Окей. Дальше опять же по тем же самым непонятным причинам нам не хочется вообще работать с кругами. Ну, а здесь мы уже от кругов как бы только диаметр считаем, нам не нужно их ничего не площадь, ничего. Поэтому вообще не проблема заменить круги на произвольные множества. И мы уже знаем, что такое диаметр произвольного множества. Поэтому вот тут круги мы заменяем на произвольные множества. И что мы делаем? Мы берем, чтобы поменьше такое, чтобы посчитать площадь какой-то там области в плоскости, например, X, мы покрываем любыми множествами диаметра меньше Epsilon, складываем квадраты их диаметров, потом берем Infium по всем таким покрытиям и это все получается все зависит от Epsilon, и поэтому мы дальше Epsilon стремимем к другу. Конечно, делаем то же самое, в общем-то, что и в предыдущем случае для одномерных. Ну да, я тут забыл сказать, что еще в конце надо умножить на 5, делить на 4, чтобы получить настоящую площадь. Ну, может быть, нам даже и не хочется получать настоящую площадь, а это самое число нас уже и так устроит. Вот сложная формула, опять же. которая уже здесь двоечку имеет. Это Infimum по всем таким покрытиям X, любыми множествами уитами, но не совсем любыми, а диаметры которых меньше Epsilon, но под любыми я имею в виду не обязательно круга диаметры, которые меньше Epsilon. И у каждого такого покрытия мы берем, считаем сумму квадратов, или диаметров, и берем Infimum по всем возможным таким покрытиям. То есть покрываем, считаем сумму квадратов, покрываем, считаем сумму квадратов, и так стремимся как можно меньше эту сумму квадратов сделать. Получаем некоторое число, которое, как и произошло, раз зависит от Epsilon, и по тем же самым причинам мы можем коллектно посчитать предел. Этот предел существует по Epsilon, и это мы называем два меры Холстурова, нашего множества X. И тут опять же определение, которое выглядит сложно, но его прелесть в том, что оно не требует ничего, кроме понятой диаметры, поэтому его очень легко общить на куда угодно, где угодно, где вообще определенное расстояние. В частности, или на любое подможество Rn. И вот мы определяем два меры Холстурова для любого X. Если X – это гладкая поверхность, то тогда действительно получается, что если мы это число, получившись два меры Холстурова, умножим на P9 на 4, то, которое мы отмечали, или там, которое возникает из-за площади круга, то тогда это будет настоящая площадь. То есть это вот не совсем площадь, а с точностью до мультипликативной константы площадь. Вот столько раз отличается от настоящей площади. Ну и ничего, зато оно не требует никаких других понятий, кроме диаметра. Хоть и отличается немножечко от настоящей площади, но всего лишь константа. Окей, вот у нас получились две формулы. H2 и H1 в предыдущей страничке. Вот давайте сравним эти две формулы. Похожие формулы. Единственное отличие в том, что здесь ничего не стоит, а здесь стоит квадрат. Ну то есть можно сказать, что здесь стоит единичка, а здесь стоит двоечка в степени. Поэтому очень легко взять и так вот и обобщить. Для любого S больше нуля, не обязательно целого. Мы можем определить следующую вещь. H, S, Epsilon от X. Это инфимум. Тут у меня от единичной бесконечности вот так написалось немножко по-другому, но это тоже корректная запись. Сумма диаметров в степени S. Ну, короче, все то же самое. Покрываем, только возводим диаметр не в квадрат и не в первую степень, как в предыдущей, а уже в эту степень. Все то же самое делаем. И абсолютно корректно какое-то число получается, точно так же избавляемся от этого Epsilon, устремляя его к нулю. Получается некоторое число, ну, которое удовлетворяет некоторым хорошим свойствам. Есть понятие меры, я вот не стал по нему здесь говорить. Есть общая понятия понятия того, что такое мера. Например, там есть некоторые тонкости, я не хочу про них говорить. В общем, оно достаточно неплохо отвечает интуитивному нашему доставлению количества. Ну, например, хочется сказать, что для достаточно хороших множеств, не пересекающихся, мера от их объединения равна сумме мер. Правда, не совсем любые множества нужно брать, а там не дикие, ну там бардерские, например. Если вы знаете такое слово. Ну, в общем, все нормальные множества, а не какие-то очень исключительные. Получается, что это... Если же множество пересекаются, то это как-то не совсем корректно будет. Не пересекающихся, да. Я сказал. Если пересекаются, то тоже есть формула там, ну просто минус мера пересечения. Сумма каждого из них минус мера пересечения, что-то такое. Окей. Ну там еще всяких много свойств. Можете погуглиться такое мера. И действительно ли это отвечает нашему понятию n-мерного объема? Да, действительно, опять же, с мультипликативным множеством. Если мы через αn обозначим объем единичного и н-мерного шара, н-мерный объем единичного и н-мерного шара, то тогда объем открытого множества какого-то, это равен такому числу. Ну да, я не сказал, что открытым, но не важно. Короче, это с точностью до константы, которая определяется через объем шара, как и в предыдущем, как и для двойки, совпадает с нормальным и н-мерным объемом. Если n целое, да? Здесь я подразумеваю, что n целое. Но можно рассматривать какие-то такие хитроумные штуки, которые не целые s здесь. И они тоже, на самом деле, несут какой-то физический смысл. Ну, физический, не физический. С какой-то смыслом несут. И сейчас мы пытаемся подробно поговорить про то, какой же смысл здесь возникает, если они не целые. Вот такая теорема есть. То есть, на самом деле, нас больше интересуют вот следующие вещи. Давайте помедитируем эту теорему немного. Я вот в 11 классе узнал эту теорему, меня она очень впечатлила. То есть, там какие-то, ну да, окей, для любого s, можно что-то там определить аналогично, длине и площади, ну ок, как бы. Ну и ладно. А вот это меня уже реально так, ну, вставило, короче. Что для любого подмножества rn существует единственное число d, что для любого s больше него, s мера будет равна нулю. А для любого s меньше него, строго меньше, да, s мера равна бесконечности. То есть, смотрите, в чем здесь штука. Например, если мы знаем, если у нас есть какое-то, ну, что-то, о чем мы думаем, как бы, ну, кривая, например, да, одномерная кривая. Ну, гладкая, я имею ввиду, хорошая такая. Ну, то ее длина чему-то равна, ну, какому-то конечному числу, не бесконечности и не нулю. Из этой теории следует, что s мера для любого s больше единицы будет равна нулю. Ну, то есть, например, да, очевидно такое соображение, что ее площадь будет равна нулю, гладкой кривой. А ее, ну, ладно, вот. Или, например, если мы рассмотрим что-то плоское, как бы то поверхность, тогда ее трехмерный объем будет равен нулю, а одномерная длина у чего-то плоского будет равно бесконечности. Так интуитивно все это понятно, но тут-то штука, что это для любого вещественного, то есть, для кривой не только площадь ее будет равна нулю, но и 1 плюс ε мера будет равна нулю, любого ε. А 1 минус ε мера будет равна бесконечности. И вот существует только одно такое число, что соответствующая мера может быть равно не нулю и не бесконечности, а чем это промежуточное. она может быть тоже равна нулю и бесконечности, но как бы для нее есть какие-то варианты. А для остальных вариантов нет, либо нулю и бесконечности. Это, собственно, D, такое выделенное число для каждого множества. Оно называется размерностью. Это число D называется Холсдорфовой размерностью x, и обозначается вот таким вот образом. DIMM с индексом h от фолуфолдорф от x. Вот. Тут некоторая такая тонкость, что размерность может быть равна нулю, и тогда здесь, как бы, s больше нуля и меньше нуля. Таких с не бывает, ничего страшного. как бы, да? На самом деле. Ну вот, ничего тогда, никакого требования здесь не будет для при D равном нулю. Будет такое, что для всех s больше нуля, будет это вот Hs равно нулю. Вот я взял вам тут все, что мы говорили последние, я не знаю сколько, 10 минут, наверное, или больше. Было для того, чтобы рассказать вам эту теорему, и для того, чтобы ввести понятие Холсдорф в размерность. Можно по-другому определить, но как бы из этой теоремы уже следует, что можно такое определение Холсдорф в размерности взять. что это инфимум таких s, что h s от x равно нулю. Или, ну да, и все, вот так вот. Такие дела. Вот Холсдорф в размерность. И это уже некоторое вещественное число. Размерность не обязательно целая. Холсдорф в размерность не обязательно целая. Дальше я хочу вам показать всяческие примеры. таких ситуаций, когда размерность не целая. Это и называется фрактал. Но прежде я хочу вам пару слов сказать про размерность Холсдорфа и ее свойства всякие. Ну вот, размерность гладкой гривой, как положено, равна единице. Как нам и хочется отправлять размерности, чтобы размерность таких штук была равна единице. Гладкой поверхности равна двойке. Тут опять же я не строго определяю, что ли гладкокрывая гладкая поверхность. Но давайте к этому интуитивно здесь относиться. к тому, что это такое. Надеюсь, не требуется здесь другие определения. Дальше. Вот важное свойство. Опа, скобочку забыл. Или, наоборот, скобочку можно было бы здесь. Вот. Такое важное свойство Холсдорфа и размерности. То есть, если у нас есть последовательность множеств. Каких угодно в РН. и есть Х, какой-то, в смысле, какой-то, а мы берем их, объединяемся, то тогда размерность этого Х, это супремум размерностей вот этих вот. То есть, ну, короче говоря, размерность объединения, это максимум размерности. Вот так можно сказать. Размерность объединения, это максимум размерности. Но это более общее, что не обязательно для двух, да? А даже для бесконечного числа, ну, счетного. То есть, перенумерованного ценными числами. Натуральными числами, точнее. Это получается именно супремум таких вот штук. То есть, для приличных, в каком-то смысле, там, приличных. Ну, например, открытых, там, или, в смысле, замк... Типа, для тех, которые совпадают с вами замканием внутренности, для хороших достаточно множеств, размерность по множеству совпадает с нашим интуитивным пониманием. А для не очень приличных множеств, она может быть нецелой. Что это за такие неприличные множества, я вот про них хотел бы и как раз поговорить на этой лекции. Они называются фракталом. Неприличные множества называются фракталом. Вот. Наконец-то мы дошли до более-менее основной темы к докладу. Это фракталы. Вот, начнем с примера. Снежинка Коха. Снежинка Коха очень похожа... Да, надо определить Снежинка Коха. Ну, сейчас погодите. Давайте я вам... Давайте мы зайдем на Википедию. Вот, у нас сказано, можно зайти на Википедию по преимуществу докладов онлайн, что можно походу заходить на Википедию. Или еще куда-то. Вы видите, да? Не испортилось ничего то, что я перешел с одного окна на другое? Да, все видно. Вот. Что такое Снежинка Коха? Мы вначале берем треугольничек, потом берем его с серединки сторон, их убираем, и вместо них делаем еще один треугольничек. Вот так вот. Зверненько эти наши там убрали. Потом в получившейся фигуре тоже серединку каждого получающегося отрезка заменяем на такой вот уголочек. Равносторонний как бы. Везде все треугольнички равносторонние. И так далее, и так далее, и так далее. Это получается Снежинка Коха. Вот тут есть гифка, которая иллюстериодовая конструкция. Вот в пределе, в пределе, да, я имею ввиду предел. В каком смысле предел, вы, конечно, тоже можете задаться вопросом. Немножко не строгое определение, что значит предел последовательности фигуры, да. Но, тем не менее, есть такое понятие, действительно. И, ну, интуитивно видно, что это такое. Интуитивно понятно, что это такое. Ну, ладно. Вот. Зашел на Википедию. Теперь возвращаемся к моим слайдам. Вот. И эта штука, ну, как бы, похожа на кривую. Но это явно не гладкая кривая. Какая-то, вот что я говорил, неприличная кривая. У кривой это размерность равна единице, а у этой штуки, оказывается, размерность очень равна. Ой. Размерность равна вот такому числу, логарифм 4 делить логарифм 3, и это больше, чем 1. Вот. Размерность этой штуки больше единиц. Хотя, казалось бы, у кривой 1 единиц. Вот. Неприличная кривая. Негладкая, в частности. Еще один пример. Кантеровое множество. Всем известно наверняка. Что нужно, чтобы получить кантеровое множество? Нужно взять отрезок 0,1, и выкинуть из него серединку. Открытую серединку. Открытый интервал 1,30, 2,30. Получится два отрезка. Из полученного двух отрезков снова выкинуть интервал, и так далее, и так далее, и так далее. Из получающихся отрезков из середины будем выкинуть интервал. Получится, как бы, некоторое маленькое множество. Ну, вот, например, конец этого отрезка всегда останется. Да? Нолик мы никогда не выкинем. И этот тоже никогда не выкинем, и так далее. На самом деле, много чего не выкинем, так это... Я не хочу сильно останавливаться на этом, но вот можете мне поверить, что много чего останется. И относительно много. Как посмотреть? И... Тут уже можно проанализировать вот эту тему. Тут у нас, как бы, на каждом шаге возникает некоторое покрытие. Да? Вот у нас покрытие двумя отрезками есть, вот у нас покрытие четырьмя отрезками есть, и так далее. И по построению мы получаем покрытие отрезков. у 1, так далее, у 2 в степени n. Диаметр такого отрезка построения педжа равен 1,9 на 1,3. Давайте попробуем взять любое S и рассмотреть такую сумму, которая рассматривается в определении мерах Холсдорфа. И мы увидим, что если S... Вот получится такое выражение, легко проверить, что если S больше, чем логарифм 2 делить на логарифм 3, то тогда это стремится к нулю. Из этого следует, что мера Холсдорфа при таком S будет равна нулю. Из этого следует, по той теореме, которую мы рассматривали по размерам Холсдорфа, что размерность меньше равна, чем такое число. На самом деле она равна такому числу. Тут я это не доказываю сейчас, но тоже, на самом деле, не очень сложно проверить. Я вот здесь строгое доказательство фактически предъявил того, что размерность меньше равна этого числа, но можно так сказать, что равно. Размерность Холсдорфа равна вот такому числу, который примерно равен вот такому, 0,63. И это не целое число. И это фрактал. Давайте пытаемся вам дать определение фрактала. У меня, на самом деле, нет строгого определения фрактала для вас, потому что нужно еще одно понятие выводить в топологическое размеры. Давайте я вначале вам неправильное определение фрактала. Но как бы интуитивно верно. Ну, то есть, интуитивно тоже, на самом деле, не очень верно. Но, ну, ладно, сейчас поговорим. Вначале да. Неправильное определение фрактала такое. Фрактал – это некоторое подможенство ВРН, Холсдорфу размерность, которого не целое. Вот просто Холсдорфу размерность не целое, значит, фрактал. И это не очень хорошее определение, потому что, на самом деле, бывают фракталы, у которых целое Холсдорфу размерность. И как раз мы про такой фрактал с вами побольше потом поговорим. Про множество, про границу множества Монтельброта. Но более хорошее трудно дать. Вот более правильно, опять же, тоже, вопрос правильности определения тоже, это правильность определения тоже под вопросом, но тем не менее оно более правильно. Что фрактал – это подможенство ВРН, Холсдорфу, размерность которого строго больше, чем его топологическая размерность. есть другое понятие размерности, которое уже бывает только целым всегда, это топологическая размерность. У любой там кривой такой, например, в своей further King & Coch, или у любой клалки крайней кривой, такая размерность топологическая равна единице будет. И если Холсдорфу размерность больше, – то вот это фрактал. А Холсдорфу размерность всегда больше или равна топологической. Вот, тут я даю некоторое определение, топологическая размерность, Но если вы никогда не учили какой-то топологии, открытые множества, то вы ее лучше не читайте. Но для других я могу прочитать, что топологическая размерность топологического пространства продается рекурсивным, для пустого множества это минус единица. И она меньше равна n, если у любой точки существует база окрестностей, границы которых имеют размерность меньше n. Ладно, я прочитал, кто не понял, забыли. Вот. В частности, если это не целое число, то это, конечно же, точно фрактал. А если целое число, то тоже может быть фрактал, а может быть не фрактал. Потому что в течение всего всегда целое. Да, потому что всегда больше равно, да. Холдорф в форме всегда больше или равна топологически. Например, контрнормство фрактал. И снижение Кокохо тоже фрактал. И асимметрично контрнорм множество тоже фрактал. Это когда мы выкидываем не одну третью, а вот делим на четыре части, выкидываем один кусочек вот такую, одну четвертую. Вот треугольник Серпинского. Это тоже фрактал. Что это такое? Это надо взять обычный треугольник, вот так вот построить в нем треугольник, в этих трех получившихся треугольниках снова построить по треугольнику, вот в этих девяти получившихся крайних треугольниках тоже еще по треугольнику и так далее. Получающиеся в пределе множество, да, что значит в пределе? Ну, тут имеется в виду, надо взять объединение и замкнуть. Это получается фрактал, который называется треугольник Серпинского. Вот ковер Серпинского, ну, аналогичная конструкция, тоже такой самоподобный фрактал. Надо выкидывать в серединке квадратиков каждый раз. Вот кантеровая пыль, выкидываем в серединку, а такой крестик выкидываем каждый раз. Это называется кантеровая пыль. Снежинка каху, про которую я уже говорил. Кривая леви. Вот здесь такое понятие, как кривая леви. Это мы вначале берем отрезочек, потом заменяем его на уголок. Получается такой уголок. Потом каждый из этих отрезочков снова заменяем на уголок. Получается уже такой, как бы, два уголка. Потом каждый из четырех два отрезочка, здесь два отрезочка на самом деле, тоже заменяем на уголок. И так далее. И в пределе получается какая-то такая хитрая кривая, которая называется кривая леви. И это тоже фрактал. Вот. И по-другому его можно получить, как листву дерева пифагора. Дерево пифагора получается следующим образом. Вы берете квадратик, потом прямоугольный треугольничек на него ставите, на каждую сторону снова квадратик, снова прямоугольный треугольничек. И так далее, и так далее, и так далее. Вот все предельные точки такой реконструкции. Это называется леса дерева пифагора. Это тоже кривая леви, на самом деле. Вот. Кривая дракона. Вот кривая дракона я видел тоже, я заложил. заложил где-то ссылочку на кривую дракона. Давайте я вам покажу гифку, как кривая дракона строится. Вот. Ой, что так плохо. Погодите, погодите. Что-то он не загрузился. А вот. Вы начинаете с отрезка и просто начинаете загибать так вот на 90 градусов. И смотри, что получается. Но тут как бы вопрос, как это... Как определить предел? Опять же, что значит предел? Ну, тем не менее, я надеюсь, некоторая интуиция этого есть. Я не хочу более подробно объяснять. Вот такая кривая. Это тоже будет фрактал. Называется кривая дракона. Можете, кстати, говорить сами. Я вот вам название говорю, можете поподробнее почитать в Википедии. Или куда-то там ссылочку дают. Окей. Ну и самое интересное для меня лично это граница множества монтвибротов. Что такое множество монтвибротов, я вам еще попозже расскажу. Давайте сейчас немножечко поговорим про более простые темы. Темы это про самоподобные фракталы. А, тут я еще какие-то рисую картиночки. Вот в Общенном мультиброт иногда такие штуки называют. Множество жуля. Вот тоже определение в конце рекции, да, что такое множество жуля. Вот разные красивые множества жуля, которые меня очень впечатляли в детстве, в школе. Окей. Давайте теперь поговорим про что такое самоподобный фрактал. Обычно, кстати говоря, вот если вы человека на улице спросите, что такое фрактал, они обычно имеют в виду самоподобные фракталы. Они, естественно, не знают, что такое размерность Клусдорфа. И они говорят, что что-то вот там само себя повторяет. А когда я им говорю, что множество монтвибротов это фрактал, ну если они знают, что это такое, некоторые все-таки знают. Они говорят, да, фрактал. А оно же не самоподобное. Ну, все равно фрактал. Ну, да, естественно, сложно. Сложно на такой планете размерность Клусдорфа. Естественно, человек с улицы его не знает. Вот. Что такое афинное сжатие? Афинное сжатие это некоторое отображение из ОРН в ОРН, которое расстояние, такое, что расстояние между образами ровно в С раз для какого-то числа С меньше единицы. Ровно в С раз меньше, чем расстояние. Ой, я тут странно обозначил, извиняюсь. Короче, я так обозначаю расстояние. Надо было минус написать. Расстояние в С раз ровно уменьшается. То есть увеличивается, да, умножается на С. Но С меньше единицы считается. Например, если вы возьмете плоскость и там в два раза такое вот сожмете, то это будет афинное сжатие. Или вы два раза сожмете и сдвинете куда-нибудь. Это тоже в два раза уменьшится расстояние. Это тоже будет афинное сжатие, да. То есть или там в два раза можете и симметрию применить после этого. Это тоже будет афинное сжатие. Вот такие примеры. И вот, в общем-то, теорема, которая позволяет вычитать размеры из тех лусдорфов всех самоподобных фракталов. И заодно дает определение, что такое самоподобный фрактал. Строгое, общее. Для любого набора афинных сжатий F1 и так далее Fm из Rn с коэффициентами C1 и так далее Cm существует единственный непустой компакт. Компакт замкнутое ограниченное множество в Rn я имею в виду здесь. Такой, что он равен объединению образов всех этих сжатий. Да. Вот давайте немножечко обмедитируем на эту формулу. То есть есть множество мы к нему применяем несколько функций наши несколько сжатий. И вот он равен их объединению. Собственно самоподобный вот этот x он как бы подобен своей малой части Fi от x. Вот у нас сжатие это Fi это сжатие оно сжимает x. Это вот малая штука которая подобна x. И x из m кусочков подобных ему самому состоит. Для любого набора сжатий существует единственный пустой компакт с таким вот свойством. Что он подобен своим кусочком именно относительно этих сжатий. Причем в таком случае для этого компакта размерность Холсдорфа удовлетворяет следующему равенству. c1 степени d плюс m степени d равны единице. Где вот эти вот соиты это коэффициент сжатий то насколько мы уменьшаем все расстояния. И как такое x как раз называется самоподобным фракталом. он не всегда фрактал правда. Если можно так подобрать сжатие что это не обязательно фрактал. часто фрактал иногда называется самоподобным. Например Кантеровым множеством является примерно такого фракталу. Кантеровым множеством это непоприжный компакт набора из двух сжатий с коэффициентами 1 на 3. Вот мы можем из R в R рассмотреть две такие функции. f от x равно x делить на 3 это сжатие с коэффициентом 1 на 3. Оно все расстояние делит на 3. Умножает на 1 на 3. И вот такое сжатие тоже с коэффициентом 1 на 3 только мы еще сдвигаем. Тогда если вот этот отрезок от 0 до 1 то вот это сжатие переводит вот в этот отрезок и второе сжатие переводит вот этот отрезок. И как раз собственно получается что контроль множества оно удовлетворяет этому свойству что оно равно своим двум подобным частям. Вот этой части объединенность вот этой части вот эта часть это как раз f1 от контроль множества получается а вот эта часть это f2 от контроль множества получается. Таким образом контроль множества это самоподобный фактал. И его размерность удовлетворяет следующему равенству. Если d это размерность контрю множества, тогда он удовлетворяет такому равенству. Из этого равенства уже легко вывести, что эта размерность равна логарифм 2 делить на логарифм 3. То есть примерно 0,63. Вот такая мощная теорема, которая позволяет считать размерности самоподобных факталов. Вот вам упражнение, при помощи этой теоремы вычислить размерность, ну это тоже с ответами как бы, но вы должны как-то пояснить с ответами. Будет треугольник из Серпинского размерность логарифм 3 делить на логарифм 2. Вы можете увидеть, что это неподвижный компакт трех сжатий. Одно сжатие к этой точке, другое сжатие к этой точке, которая вот этот треугольник прощает вот этот треугольник. И все они там с коэффициентом 1 до 2, их 3 штуки, в общем отсюда и получалось такое число. Ну и так далее. Все вот эти фракталы это какие-то неподвижные компакты каких-то наборов сжатий. Вот здесь из 4 штук соответственно, здесь из 8 штук. Отсюда эти числа вернутся. Вот из симпатичного картера множества немножко посложнее, потому что тут разные коэффициенты. Вот такой ответ получается. А вот Снежинка-Коха, кстати говоря, это не самоподобный фрактал сам по себе. Но тем не менее, используя эту теорему, вы можете доказать, что размерность Снежинка-Коха равна такому вот числу. Ну, тут просто как бы два шага нужны. Надо кроме этой теоремы еще некоторые соображения использовать. Окей, наконец-то я подхожу к множеству Монтельброта. И даю его определение. Вот множество Монтельброта это некоторые... Да, тут я уже от вас требую, когда я буду говорить о множестве Монтельброта, я буду требовать от вас знания комплексных чисел. Ну, я надеюсь, большинство из вас знает, что это комплексные числа и хорошо понимает, что это такое. Для каждого комплексного числа мы рассматриваем... Мы рассматриваем отображение. F... Вот мы зафиксировали комплексное число С какое-то. И рассматриваем такое отображение. F от Z... Из комплексных числа в комплексные числа. То есть из плоскости как бы в плоскость. F от Z равножеств в квадрате плюс С. Вот такой вот мы для член. У которого С это... Это вот С. Свободный член. И по этому С мы определяем последовательность. Нулевой член, который будет равен нулю. А дальше мы при курсе определяем. Если уже N-ти член определен, то тогда следующий член определяется как F, примененный к вот этому предыдущему. Это будет следующий. Например, первые члены вот так вот выглядят. Z0, 0. Потом мы применяем, подставляем в эту функцию 0. Получаем С. Z1 значит это будет С. Дальше мы подставляем сюда С. Получаем С в квадрате плюс С и так далее. Каждый раз подставляем вот в эту функцию получившийся член последовательности. И получаем таким образом следующее. Эта последовательность зависит от С. И мы можем задать вопросом, это ограниченная последовательность или неограниченная. То есть, что значит ограниченная последовательность? Значит, что все Ht содержатся в некотором круге, достаточно большом. А неограниченная значит, что выходит из любого круга. И вот если задаться таким вопросом, то оказывается, что зависит от комплектного числа исходного. Сильный зависит от С. И множество моделей в рот, это множество их комплектных чисел, для которых это последовательность ограничена. Вот такое вот определение. Мы обозначаем его через M. Давайте прокидываем про конкретные числа, что мы можем сказать. Ну, 0. Если мы возьмем С равно 0, то здесь будет просто Z2, и мы применяем к 0. Ну, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, это последовательность будет состоять из-за них нулей. И поэтому это будет элемент множества монозиброта. 0 лежит в множестве монозиброта. Вот. Если мы минус 1 возьмем, то минус 1 в квадрате это 1, потом добавляем к нему минус 1, получается 0. 0, потом снова получается минус 1, и по последовательности получается минус 1, 0, минус 1, 0, минус 1, 0. Это тоже ограниченная последовательность, значит минус 1 тоже лежит в множестве монозиброта. И минус 2 тоже лежит. А вот минус 3 уже не лежит. И 1 не лежит. Давайте про единичку посмотрим. Единичка не лежит на множестве. Почему? Потому что если мы возьмем квадрат и добавим 1, уже получится 2. 1 в квадрате это 1, плюс 1 это 2. Потом 2 в квадрате плюс 1 это что-то больше, чем 2 в квадрате. В общем, n в квадрате будет больше, чем 2 в степени сколько-то. Ну, короче, в общем, это будет смешивая бесконечность и последовательность. Это легко показать, поэтому единичка не будет лежать много всего на деброту. Окей. Вообще можно доказать, что достаточно выйти из круга радиуса 2. Чтобы дойти до бесконечности. Чтобы быть неограниченной. Что эта последовательность ограничена тогда и только тогда, когда она не выходит из круга радиуса 2 с центром в нуле. То есть, если последовательность вышла из круга радиуса 2 с центром в нуле, то она точно уже стремится к бесконечности. Ну, имеется в виду по модулю. Модуль стремится к бесконечности. В связи с этим, множество модулей брота можно определить следующим образом. Нужно откладывать ее через nn, можно откладывать ее через c, что только первый n через c не выходит из этого круга. А дальше мы типа не знаем. Ну и тогда это m это пересечение всех этих mn. Понятно, да? А вот эти mn уже довольно-таки алгоритмически определяемые по штуке. Вы берете, как бы там, для первых нескольких членов последовательности, вы можете явно формулу написать. И посмотрите, что вообще alert в круге радиуса 2 или не alert в круге радиуса 2. И не таким образом определить. Это вот mn. И можете написать картинку. Например, m1 это такие члены последовательности, что первые члены последовательности лежат в круге радиуса 2. То есть это просто есть круг радиуса 2, потому что первые члены последовательности это и есть само число. Дальше мы посмотрим на первые два члена последовательности. Возьмем только такие точки, которые лежат, что вторые члены последовательности тоже лежат. Вторые члены последовательности мы пишем для формулы c квадрат плюс c. Получается, что вот такие комплексные числа. Получается и так далее. Можно смотреть. Вот это 3 члена. Если мы 3 члена последовательности смотрим. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот в пределе получается что-то такое. Вот так вот немножечко обрезано. Тут она до минус двойки в смысле. Тут подальше она идет. Вот здесь это 1 четвертая. Тут вещественные числа. Тут вещественные числа, которые лежат в минус 2 до плюс 1 четвертый. Вот здесь нолька. Вот такая вот хитрая картинка. Получается. И вот это, собственно, тоже меня очень сильно впечатлило в школе. Так. Хочется как-то более явно написать вам, мне захотелось упа. Меня видно, меня слышно? Да. Что-то у меня здесь подзависит. Вы попадаете иногда. А? Вы иногда попадаете. Понятно. Голос в смысле попадает, да? Да. Ну, ясно. Не знаю, что с этим поделось, к сожалению. Ну, задавайте вопросы, если что-то из-за того, что я сказал, когда я попадал, например. Вы все спрашиваете. Вот. Множество мандельброта. Выглядит таким образом. Мне хотелось какое-то более строго описание того, что вы здесь видите какие-то кусочки хотя бы показать вам. И для этого я вам хочу напомнить, что такое кардиоиды. Кардиоиды можно определить как кривую, вот эта вот красненькая кривая, которая описывает, вот если есть один круг, то есть другой круг, то он по нему катится, и вы смотрите. Да, да, это тоже какая-то гифка написано, эта гифка тоже в Википедии есть. Что за дела? Так, кардиоиды. Вот такая картинка. То есть вы катите один круг по другому кругу. Как к их традиции написано кривая, вот называется кардиоида. От слова сердце, вот. Как кардиограмма, вот на этот стол, вы знаете. Потому что кривая получается похожа на сердце. И ее можно, в качестве упражнения я вам вставляю, что если А это радиус соответствующих одинаковых кругов, то они одинаковые по радиусу, то тогда эта кривая параметрически издается вот таким вот образом. Окей. И тогда множество Модельброта, вот есть два больших куска у него. Вот эта красненькая, эта желтенькая. И эта красненькая, это внутренность кардиоиды с А равным 1,4. А вот эта вот желтенькая, это вокруг минус 1,4. Вокруг минус 1, круг, радиус 1,4. Вот поэтому таким образом мы два пуска множества Модельброта с вами описали. Более того, более хитрый на самом деле факт, что вот эта вот сама кардиоида, она лежит в границе множества Модельброта. То есть к ней есть, к ней есть последовательный точек изнутри, множество Модельброта сходящихся и снаружи тоже. Такие дела. Да, теперь я хочу показать вам видео, которые, которые, ну подобные, ну тогда видео еще не было, интернета не было, когда я был в школе. Но картинки в книжках были. И они меня поразили. И сейчас мы с вами вместе поразимся. Ну хотя вы наверняка уже видели все это, но тем не менее. Давайте посмотрим. Как же все тормозит-то, а? Я не знаю, почему такие тормоза. Обычно ни за кого нет. Видно, да? Да. Кажется, я видел более новое видео, когда там еще больше увидели. Или это самое новое? Не-не-не, это не самое новое. Я эту лекцию уже второй раз читаю. И предыдущий раз, когда я ее читал, это лет 7 назад было. Так что это тоже самое видео, которое я 7 лет назад показывал. А, ну я просто 7 месяцев назад это видел на ютубе тоже видео, что там было тоже какое-то большое приближение. Да, возможно. Но и даже это... Помните, я вам рассказывал про то, как я вас на балтийском конкурсе видел? Да. Там, по-моему, как раз таки то же самое было. Понятно, ну да. Даже тема, скорее всего. Да-да, ладно. Мне папа что-то говорил, я сам уже точно не помню. Ну вот, вроде такое простое определение как бы, а такие вот красивые картинки оно порождает. И я нахожу это удивительно. Ну и многие находят это удивительно. До сих пор. И вот еще одно видео я хочу вам показать. Тут я уже не стремился, тут чисто мне оно эстетически понравилось. И тут звук очень прикольный. Давайте-ка я сниму наушники, чтобы вы слышали звук. Ой. Так, где у меня это что? Добрить бы все на максимуме. Что за тормоза? Давайте минутку другую посмотрим это видео. Я не вижу. Я ничего не слышал. Ничего не слышится, да? Ну ладно. Ну, вот такая медитативная музыку. Надо было колонки звучать. Я реально залипаю. Таких видео очень много, да. Типа 3 фпс. Да, я этих видео очень много, действительно. Но я сразу залипаю, когда вижу. Допустим, достаточно. Так, давайте я обратно взял наушники. Что-то как-то вот эта штука, которая сейчас на экране похожа на множество жильев. Что-то как-то напоминает. Ну, вот это множество мудельброда, на самом деле. Нет, нет. Ну, это приближенное множество мудельброда, тем не менее, да. Так, давайте я это закрою, ладно. Окей, я показал видео. Вот, факт такой, что граница множества мудельброда – это фрактал. Но, однако, его хусдорфу-размерность – это целое число, равное двойке. Но его топологическая размерность равна единице. Поэтому это все-таки фрактал. И множество мудельброда с разных сторон еще изучается. Но до сих пор участок этих вопросов, например, его площадь до сих пор неизвестна. И есть, причем, гипотеза, с чем он не равно. Какая-то хитрая формула с Пи и Е. Но до сих пор открытая проблема. Центр масс множества, может быть, неизвестен. И больше всего меня поражает вот это, что до сих пор неизвестно, равна ли нулю площадь границы. Ну, граница нормальных множеств обычно площадь равна нулю. А тут, если она не равна нулю, то легко построить так, чтобы была не равна нулю. И тогда сразу же понятно, что размерность равна двойке. А тут как бы получилось доказать, что равна нулю, равна двойке. А вот равна нулю или не равна нулю? Открытый вопрос. Я, конечно, думаю, что равна нулю. Но вот, тем не менее. У меня есть люди в интернете, которые так не считают. Окей. Да, вот упоминалось здесь множество жилья уже. Давайте про них тоже немножко поговорим. Я не буду тут давать просто множество жилья. У меня всегда они будут заполнены множество жилья. Просто множество жилья – это типа границы. Заполненное множество жилья, но там есть некоторые свои тонкости. Поэтому под множеством жилья я всегда имею в виду заполненное множество жилья. И заполненное множество жилья некоторого многочлена комплексного – это множество таких комплексных чисел, что если мы начнем применять к этому числу z этот самый многочлен, то получится ограниченная последовательность. То есть тут уже не отца зависит, а вообще от произвольного многочлена можно взять зависимость. Но обычно рассматривают квадратичные множества жуля, особенно в всяких видео, не в математических статьях, я имею в виду всякие красивые штучки, которые рисуют, берут квадратичное множество жуля, то есть это множество жуля многочленом вот такого многочлена. И это уже зависит от c, само множество зависит от c. То есть здесь мы берем вот этот самый наш любимый многочлен, который у нас был и в множестве Мандельборота, фиксируем c, но уже берем не нулевую точку, а вообще с любой стартовой точки и начинаем итерировать этот многочлен, применять это к этой точке. Смотрите, что получается. Если получается ограниченная последовательность, вот мы говорим, что этот элемент наш начальный был в множестве жуля. И тогда понятно, что множество Мандельборота это множество таких c, что 0 лежит в соответствующем множестве жуля. Картинки. Вот если c равно i, то такое множество жуля получается. Если c равно вот такому вот комплексному числу, то вот. Тут, кстати говоря, незаполненное. То есть я так понимаю, что тут должно быть внутри тоже. Черненькое. Это вот незаполненная картинка множества жуля, ну ладно. И вот еще пару красивых видео я хочу вам показать уже с множествами жуля. Я их даже когда-то сам рисовал. Так. 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 Я не знаю, как именно параметры. Мне кажется, это просто по какой-то окружности параметры здесь идут. Как я уже сказал, множество жуля зависит от параметра, от комплектового числа, с которого мы начинаем итерацию. И тут они просто берут этот параметр, какую-то кривую вводят и выводят соответствующее множество жуля, которое получается. Но здесь я что-то не помню, какие именно параметры. Ну вот половину смотришь, а другая половина смотришь. Я, кстати говоря, в каком-то учебнике по программированию видел там какую-то очень короткая программа, чтобы рисовать множество жуля. Очень короткая. И там примеры типа хороших параметров приведены. Ну, хорошо, да. Вот. Я могу потом скинуть вам, кстати. Не надо. Ну, я говорю, это такая лекция для развлечения, в этом смысле. Ну, для того, чтобы заинтересовать чем-то математическим. Но я-то сам уже, вводя газором, просто вырос. Ну, я не специалист и профессионал в этом деле, не профессионал в фактальной геометрии, не профессионал в экономических системах. Так что... Да, вот тут я знаю. Вот мы с вами поговорили уже, что кардиоида лежит в множестве музея. Тут как раз они берут вот эту параметризацию, которую я вам показал, и строят множество жуля вот с этим вот параметром с тех людей, которые потихонечку двигаются. То есть у нас всегда здесь параметры выбора внутри множества Модельдота. И это можно увидеть, заметив здесь логику. Ну, как бы вот средняя точка здесь, она... Хотя есть много комплектных числов. И это как раз подтверждает нам то, что параметры выбора здесь по множеству Модельдота. Ну, вот такая красота короче. Так, что ещё я вам хотел рассказать? Я вам ещё хотел... Уже у меня время типа закончилось, но у меня уже и слайды подходят к концу. Вот, и последнее, наверное, что я хочу рассказать. Парадокс береговой линии. Вот он, наоборот... Вообще, как он заинтересовался вообще фракталом? Насколько я понял из каких-то источников, что он заинтересовался это в связи с таким вопросом, как померить побережье Великобритании. Вот его интересовало этот вопрос. Ну, то есть, там уже были статьи на эту тему, что это невозможно. Невозможно померить побережье Великобритании, потому что это зависит от способа измерения. И от масштаба, с которым мы это всё мерим. То есть, можно крупномасштабное измерение. Но тогда мы не видим каких-то мелких там, каких-то изрезанных моментов. Я хочу на поближе масштаб. То есть, изрезанность берега – это раз, по-моему, другое определение. А можно вообще там каждую причину, какую мерить. И смотреть, как там вообще песок по-разному лежит. Это ещё для них привлечение точности измерения. Для нас стремится, ну, типа, бесконечности. На самом деле, не бесконечности, да. Потому что там всякие молекулы, всякой физикой другой ограничены. Но, тем не менее, джина с определённой скоростью стремится к какому-то очень большому числу, которое оно неадекватно. Которое сильно зависит от того, как там песок лежит, как вы говорили. Там не песок, а камни какие-то. Или, ну, просто ещё там какой-то геологии другой. Поэтому, ну, как вы говорите, длиннее береговой линии в преимущественном смысле бессмысленно. Оно такое размерность береговой линии. И это зависит от того, или размерность на самом деле соответствует тому, с какой скоростью увеличивается вот это вот число в зависимости от уменьшения масштаба, уменьшения того самого эпсиона, которое у нас было в определении размерности клубов. И таким способом можно посчитать размерность западного побережья, или квартального другого побережья там будет поменьше. Холздорф – размерность. То есть можно говорить о таком странном планете, как Холздорф – размерность берега. Хотя, конечно, это всё тоже корректно, потому что, понятное дело, что бесконечность она не стремится, как я уже сказал, но на определенном отрезке она стремится к большому числу с такой же скоростью, как если бы она стремилась, если бы она была определенной размерностью, не единичной. В этом побережье Африки размерность такая вот, то есть она более гладкая в каком-то смысле. Да, такие же самые мутные статьи по поводу того, как померить площадь лёгких. Вот до какого-то момента люди реально пытаются померить площадь лёгких, и получают уже разные ответы в разных исследованиях. В несколько раз разные ответы получаются. Почему? Ну, потому что лёгкие специально сделаны так, чтобы у них максимальная была площадь, поэтому вообще возможно, чтобы больше кислорода проходило. И это типа, ну, фрактальная поверхность. Понятно, что она не на самом деле фрактальная, а хорошо поднижается фрактальной поверхностью. И тоже можно условно считать, что у лёгких Холздорфа размерность больше. Даже есть какие-то точные числа, чему она... равна, ну, правильно сказать, размерностью какого... что лёгкие хорошо поднижаются фракталам определенной размерности, которые больше твольте. Вот. Да, на практике, конечно, есть эти числа, чему она на это выраговарилие, но чтобы эти числа выписывать, прежде чем эти числа выписывать и сравнивать там разные перегативы, Нужно договориться о том, как вы верите и верите знаково. В общем, есть некая конструкция здесь. Да, тут я тоже хотел на секундочку вам показать эту третью. Это партнероперековой линии называется. Ну, вот такую картинку, на самом деле, я хотел показать. В общем, это зависит от масштаба. Ну, тут, кстати, крупные два масштаба угодно. Ну, вот тут тоже видно, что если он уменьшает на старт, то получается более срезанным и длина увеличивается. Вот, ну, вот сами потом погубите, посмотрите, что здесь новая тема. Так. А, да, еще какие приколы еще в конце немножко пропускать. Про броккаля. И другие виды капусты. Просто я наступлюсь на статье, где все будущие правят их в холстовскую размерность. Что тоже все эти виды капусты не уверены, да, что они фрактальны. Типа фрактальны. Опять же. И можно определяться понять, как это фрактально приближается и фрактально их размеры. И люди считают, что, оказывается, что размеры из пропорции имеются в виду вот эта поверхность, да. Ну, типа, вот эта фрактальна поверхность. Ну, тут есть некоторая фрактальна поверхность, разгляды, с которой вот люди считают, что равные статьи есть на 2,7. И можно у цветной капуста тоже самое посчитать. И у цветной капуста получится побольше, наверное, на 2,7. Вот. Название статьи. Это же вы можете погубить и посмотреть, что это на эту тему. Так. Ну, вот. Асоциально-фрактальная помощь. Можете просто скинуть ту ссылку в чат? Хорошо. Так. Чуть, ну, куча отзывы. Так. Так. Я не понял. Сейчас, секунду. Давайте после. Давайте я закончу секцию и поставить в чат. Хорошо. А? Хорошо. Ну, вот я, собственно, уже заканчиваю. Вот про цветную капусту я поговорил. Вот капуста романеска. Тоже вы, наверное, все видели. Этот самый фрактальный овощ. Или капуста-то овощ, да? В общем, вот, романеск Брок, где она по-английски нравится. Вот так совсем фрактальненько выделить довольно прикольно. Да. Да. И вот так она разрезит. Вот. Очень фрактальненько. Вот еще одна фотография. И вот я в конце решил добавить высохшие русла реки. Вообще люди... Ну, есть такая большая книжка, называется «Фрактальная геометрия природы», которую Мандель Брок написал. Там он вообще очень много чего говорит про то, где в природе можно встретить фракталы. И, например, про фрактальные трещины, про фрактальные турбулентности, про фрактальную космологию. Ну, кстати говоря, когда я был школьником, это была такая, ну, не то чтобы модная, но мне казалось классно, мы вообще там говорили про эту тему, что вот вселенная как фрактал, что там распределение галактик, оно фрактально на структуру, и мы тогда как гипотезе, которая оказалась чем-то модным, современным и классным. Готовясь к этой лекции, я нашел весь про это, чтобы подробно рассказать оказалось, что это уже про гипотезе, что это совершенно неверно. Вопросы, Фэнк? Вопросы, Фэнк? Ладно. То есть, извините, я правильно понимаю, да, что, по идее, у любой какой-то, сколько угодно шероховатой поверхности, можно вот так вот опять вот разменность изменить? То есть для этого, может, нужно будет очень сильно запариться, но можно? Ну, надо понимать, что шероховальная поверхность, ну, бесконечно шероховата, как бы ты ее ни приближал, как бы ты ее ни прижал, да, я тогда действительно бесконечно шероховато, то, скорее всего, ее разменность будет не целая. Угу. Угу.